Балтийская звезда Также приветствуем в студии генерального консула Литвы в Санкт-Петербурге Даниуса Номгаудиса. Здравствуйте, господа. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. Балтийская звезда, которую вам сегодня вручат. Ваше отношение к этой премии. Мы знаем, что у вас очень-очень много наград и премий. Какое-то особое значение имеет эта премия? Ой, ну сейчас будет иметь особое место эта премия. Я признаюсь откровенно, я раньше даже не знал о такой премии. Но вот сейчас узнал. И очень рад, что вдруг я оказался среди лауреатов этой премии. Но, господин генеральный консул, вы-то знали о существовании этой премии и, насколько я понимаю, входите в экспертный совет, который рекомендует. Да, все генконсульства, которые вокруг Балтийского моря, имеют своих представителей. В этом совете также и бывшие лауреаты, и также значимые для культуры Санкт-Петербурга и России люди. И я очень рад, что вот после долгих дискуссий все-таки решили, что регимент Асадоматис тот человек, который как раз вносит вклад в укрепление гуманитарных связей, как написано в странах Балтийского региона. Неужели это требовало долгих дискуссий? Да, какие должны быть дискуссии? По-моему, это очевидно. Ну, знаете, у всех стран очень много представителей культуры. Так что, да, да, наверное, когда люди особенно уже стареют, тогда их начинают понемножко забывать. Ну, мы не знаем, о ком вы сейчас говорите, да. Мне кажется, что советский зритель по всей стране впервые познакомился с вами, еще с другими великолепными литовскими актерами, увидев фильм «Никто не хотел умирать». Скажите, для вас эта роль важна? Конечно, важна, потому что это была первая моя роль в кино. Впервые я попал на экран. И для меня это было как-то, ну, просто стало трамплином в дальнейшем продвижении. И благодаря этой картине я начал уже сниматься и на других студиях Союза. Мне кажется, сейчас вашу фильмографию просто трудно подсчитать. Да, это огромное количество фильмов. Да, если меня спросите, я не скажу. Мы не будем спрашивать. 89, по-моему. Вот. Да. Все подсчитано. Перечислите, пожалуйста, все по именам. Вам времени хватит. Кино или театр? Вот если сейчас вот говорить, для вас все-таки важнейшее из искусств театр. Конечно, театр. Я думаю, если бы вы ваших великих актеров спросили, но, к сожалению, уже некоторых нет. Я имею в виду Лебедева, имею в виду Стрижельчика. Вы вспоминаете актеров Большого драматического театра? Да, 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 да. Они тоже сказали бы, что для них театр важнее, ну, главнее, так сказать, не кино, не кино. При том, что 89 фильмов в фильмографии. Господин генеральный консул, пользуясь случаем, хотелось бы от вас узнать, как вы оцениваете сейчас уровень культурных связей между Литвой и Россией, и, в частности, между Литвой и Петербургом? Ну, знаете, если политическая составляющая, конечно, желает желать лучшего, то по культурным связям я как раз сегодня утром, когда ехали, рапортовал, что, скажем, только в этом году в Санкт-Петербург приезжал русский драматический театр Литвы, Александринский театральный фестиваль открывал Литовский национальный театр с постановкой «Люпы», здесь площадь героев. Так что они, конечно, вот эти отношения не уменьшились, но все-таки нужно признать, что сейчас они идут по нарастающей. Ну, это очень приятно слышать. Литовский театр и театр российский, вот если мы какие-то параллели будем проводить, одни и те же темы, одни и те же произведения волнуют сейчас режиссеров театральных? Система Станиславского как себя чувствует в Литве? Хорошо ли работает она в Литве? Да, да, да. То есть можем найти много общего и в Литовском театре, и в Российском театре, вот в наше время? Конечно, мы, когда начинали, мы проходили школу ту же самую, что и российские актеры, ту же самую, систему Станиславского, и по ней играли, и до сих пор, наверное, играем, хотя, ну... Все меняется, театр тоже меняется, системы тоже меняются, но большинство работаем, и я даже лично все-таки опираюсь на систему Станиславского до сих пор. Мы очень рады тому, что сегодня будет вручаться вам «Балтийская звезда», потому что благодаря этому обстоятельству вы в нашем городе, и вы в гостях у нашей программы. Большое спасибо еще раз за то, что вы пришли к нам. Спасибо огромное. Спасибо вам.